я вас приветствую уважаемые мои слушатели наша постоянная рубрика как собственно говоря и стримы все остальное набирает обороты я с огромным удовольствием каждый раз присаживаясь за свой стол готова с огромным внутренним уважением отвечать на ваши вопросы потому что вы живые вы стремитесь вы хотите в чем-то разобраться и то есть категория наша хочу переходит уже в задачу а это уже человеческое качество и мы обязательно во всем с вами разберемся самое главное не останавливайтесь обретайте новые способности и навыки и тогда любой ваш план любое ваше сформатированное живое настоящее желание которое и переведено в задачу как комфортное житье и быть ее как умение классное достойно работать как четкое состояние внутренней ответственности прежде всего перед самим собой или самой собой за собственную жизнь и даст нам отличные результаты которые будут вас радовать и все ваше окружение предварительно которое вам придется проверить и понять насколько они вам помогают а вы им или насколько они вас тормозят и так мы с вами начинаем традиционную рубрику ответы на вопросы по стратегическому консалтингу начальник меня постоянно и беспочвенно газлайтит он всегда найдет к чему придраться даже если все сделано идеально он говорит что я говорил сделать не так стала фиксировать все поручения на почте и запрашивать подтверждение постановки задачи но когда срочно нужно что-то сделать начальник отказывается писать на почту говоря что это долго и нудно а нужно сделать прямо сейчас мне надоело что на меня постоянно орут и придираются как это можно решить я не знаю кем вы работаете но есть два варианта да как всегда в принципе когда руководитель хотел бы из вас подготовить сделать классного профессионала то есть первая задача руководителя научить вас чему-то новому то есть не сопротивляться а выполнять и понимать структурировать сразу поставленную задачу и выполнять согласно заявленным срокам это одна история и когда вы перестаете реагировать на шумовые эффекты которые он вам создает в плане голоса да то есть повышение голоса понижение голоса вы перестаете эмоционально в этом участвовать и не сопротивляетесь а точно выполняете и рано или поздно ваш руководитель будет вами однозначно доволен потому что то к чему он вас готовил будет являться вашим результатом это одна сторона медали вторая сторона медали когда руководитель видя что вы сопротивляетесь и все-таки вынуждены склоняя голову делать что-то и он всегда находит как вам зафиксировать на уровне слова они на уровне письма то есть постановки задач задач на электронную почту или любой другой вид коммуникации то тогда вы обязательно включаете свое сопротивление вы негодуете то есть вы растрачиваете большее количество энергии от чего он и получает удовольствие то есть он вас таким способом разрушает и получает удовольствие самое главное в чем вам нужно разобраться он действительно ваш руководитель вас пытается научить без эмоционально воспринимать конкретную задачу в понимании неопределенности то есть вы не должны эмоционировать а четко понимать и применять тот навык которому на вас обучает или это человек который мало что понимает и пользуясь своим статусом по отношению к вам просто с периодичностью выводит вас на на эмоцию то есть из равновесия и видя как вы начинаетесь начинаете или внутренней напрягаться и вы тогда под абсолютным управлением или вы начинаете сопротивляться на уровне слова но вы тоже проиграете потому что статус который подразумевает руководство он все равно будет значимее выше и вам придется таки применяя двойной ход двойное усилие выполнить ту задачу которую вам вставили в межвремени то есть вам не дали подумать и очень быстро поставили в управляемую позицию как только в этом спокойно разберетесь тогда у вас и родится выбор или действительно руководитель как тренер как наставник он достаточно умный и прозорливый и вы перестанете ему сопротивляться или все-таки это человек который используя рычаги власти пытается видеть ваше внутреннее жертвенное состояние то есть он вас назначает жертвой разбирайтесь вышла на первую работу после института работаю в логистике недавно сделала весомую ошибку которая может стать причиной отмены поставки и убытками для компании не могу найти себе место очень волнуюсь как справиться со стрессом если вы все осознаете и все понимаете вам лучше прийти к руководству и объяснить на основании чего то есть на основании какого бессознательного действия или вашего внутреннего состояния чем вы аргументировались поступая или принимая то или иное решение которое в принципе привело к такой вот глобальной ошибки в этом нет ничего страшного до момента пока вы не объединяете усилия не только ваши умственные такой холостой внутренний ход и ужас нагоняющий на самой себя а приходите и начинаете разбираться с признанием того что да вы совершили ошибку но в силу того что есть время и всегда логистика подразумевает какую-то альтернативу и какую-то замену подмену или изменение маршрута у вас есть шанс достаточно серьезный для того чтобы и понять свою ошибку на основании чего вы сделали и предотвратить убытки компании за которые в принципе ваше руководство ну наверное вас пожурит или поставит вам на вид но тем не менее обязательно поймет что вы сама или сам пришли и предприняли максимум усилий чтобы не допустить фатальности этой ситуации то есть вы человек ответственный понимающий и у вас есть перспектива ошибаемся мы в принципе все другой вопрос как мы эту ошибку или шифруем прячем и ждем пока она вылезет самый самый неподходящий момент то есть усугубленная ситуация или мы ее останавливаем то есть энтропичность развития убыточной ситуации мы останавливаем на каком-то этапе для того чтобы все-таки изменить маршрут и вывести на минимальные затраты и убытки которые собственно говоря ей следует как последствия от вашего принятого решения я работаю в сменном графике по 12 часов я очень стесняюсь своих коллег и боюсь сделать что-то не так я стесняюсь при них есть то есть я всю смену не ем ношу только оверсайз боюсь хорошо выглядеть и привлекать к себе внимание чтобы я не делала у меня всегда дикий страх я не продвигаюсь в карьере потому что не беру новые проекты из-за страха ошибиться что делать вы скорее всего попали в идентичную среду среду обитания семью близких людей в которых в которых вы находились достаточно длительный промежуток времени от детства до подросткового образа возраста и вот эта ситуация многих людей которые молчаливо или наоборот пренебрежительно говоря в вашу сторону и взрастили этот стыд и собственную униженность то есть вас там при помощи того что у вас есть внутренняя модель поведения своей никчемности и ненужности это жертвенность условная когда вы назначаете всех вокруг лучше себя хотя понимаете что у вас хорошее тело у вас хорошие мозги вы могли бы с чем-то справиться но последствия с которыми вы сталкивались в детстве и в юности о том как были наказаны или как были опорочены или как были публично высмеяны вы за какие-то свои ошибки которые доводились до апогея и вводились в статус вообще ужаса ужасного вот это ваш внутренний ограничитель с которым нужно справляться выйти из этого можно только одним способом потихоньку во первых изменить свой образ жизни и по образ подачи себя то есть перестать быть убогой второе потихоньку поступательно научиться то есть применять свое усердие свою дисциплину свое внутреннее состояние я справлюсь то есть состояние уважения к себе для того чтобы обрести новый навык нет ни одного человека на этой земле который не ошибается другой вопрос насколько вы можете себе позволить совершать ошибки которые впоследствии придется исправлять и они станут новым вашим навыкам то есть в вашей памяти будет запечатлено что вот в такой ситуации нужно поступать вот таким образом и вы будете на этом основываться то есть как на фундаменте будете стоять и двигаться если вы не даст не позволите себе таким способом вести себя то есть обретать навыки ставить себе задачи преодолевать выдыхать не эмоционировать и одеваться обуваться вести себя комфортно отвечать на вопросы задавать вопросы постепенно естественно не сразу этому нужно учиться и на это нужно тратить время то тогда все ваши мечты и все ваши ожидания они всегда будут неоправданы они разрушатся об очередной какой-то конфликтный или показательный показательную упорку вас за минимальную ошибку или людей глядя учи на то что вы бесконфликтная без принципная по отношению к себе они просто решат над вами посмеяться то есть конкуренция вашу сторону будет безапелляционная что такое конкуренция это игра по чужим правилам без права выхода вас на какую-то свою собственную дорогу то есть вас будут уничижать вас будут игнорировать вас будут на вас будут тыкать пальцем говоря все что угодно зная на обратном ходе о том что вы никогда не будете сопротивляться и никогда ничему не будете учиться услышите меня пожалуйста это самая неэффективная модель которая может человек по отношению к себе применять вставайте начинайте и ошибки вы все всегда сможете исправить и у вас обязательно постепенно желательно учиться то есть наблюдать не копировать а наблюдать то есть делать не так как кто-то а понимать что вы делаете для того чтобы из вас получился человек умеющий и знающий и точно понимающий как любую задачу как любой план как любой проект выстроить поэтапно с пониманием того что будет будут незначительные ошибки с которыми вы однозначно справитесь мне 52 года назад потеряла работу и до сих пор не могу найти место везде отказы или сразу или после собеседования живу на сбережение есть дети школьного возраста как мне быть во первых выйти из шаблонного стереотипа о том что жизнь закончилась во вторых точно сделать анализ собственно тому чему вы научились за жизнь что вас интересовало чтобы вам хотелось и понять то что вам хотелось вы никогда не ставили это как задачу как исполнение как абсолютную цель которой нужно идти и преобразовывать и изменять себя на сегодняшний момент биологический возраст не так важен как все собственно говоря слушатели и участники пытаются на этом ставить акцент это не так то есть ваш опыт он ровно 50 на 50 минимум плюс позитивный и минус то что вы не хотите то с чем вы не захотели справляться и то чему вы не на хотели не захотели научиться сейчас коль вы только тратите значит вы разрушаете себя и с каждым днем с каждым потраченным рублем у вас будет внутреннее состояние возрастать аффекта что будет дальше то есть вы сами себе закрываете будущее садитесь разбирайтесь и обязательно найдете путь решения обязательно вашей жизненной ситуации или профессиональной деятельности есть то на что можно опереться и как только вы найдете тот навык над на чем можно опереться однозначно нужно развивать что-то новое выстраивать на основании этого нового какие-то дополнительные возможности то есть фокус вашего внимания должен быть на перспективу и обучаться чему-то то что не то что хочу а то что нужно и надо для того чтобы ваша жизнь все таки вышла из этого коллапсирующего состояния и обрела направление именно в будущее потому что только у буду будущее есть у человека у животного эта дрессировка когда за кусок хлеба ему приходится очень долго и трудоемко работать под кнутом своего надсмотрщика или дрессировщика тем более в 50 лет перестаньте отчаиваться ищите выход выход есть всегда из любой ситуации недавно устроилась на работу знаю что нужен был один сотрудник на должность которую я занимаю вакансия до сих пор висит на сайте я волнуюсь почему так если во мне не уверены почему тогда взяли на работу мало ли что висит на сайте об этой вакансии может просто забыли или не считают возможным или пытаются создать хоть какой-то такой поток новых соискателей для того чтобы сформировать допустим кадровый резерв это вас ни к чему не обязывает потому что вы приходя на работу делаете выполняете свои обязанности насколько качественно хорошо вы будете это делать насколько быстро и легко вы будете обучаемы на новом месте то есть обретать то чего вы не умели но очень важно для того чтобы сократить время на выполнение и улучшить свое внутреннее понимание что же происходит на вашем рабочем месте даст вам преимущество в тысячу и один раз и вы перестанете смотреть почему кадровики да или чары разместили или не разместили эту вакансию оставили или по новой и разместили к вам это какое-то имеет отношение вы находитесь в определенных условиях согласно договоренностям которые подписали и вы и компания в лице представителя занимайтесь своим развитием занимайтесь своим обучением смотрите что происходит вокруг степень участия в вашем профессиональном поле деятельности насколько ваши коллеги или руководитель заинтересованы в том чтобы вы стали более профессионально более целеустремленные более эффективные зачем вы смотрите туда куда вообще не не ваша задача смотреть а выяснять прояснять тем самым вы даете повод вас сомневаться то есть вы высказываете по отношению к себе и к своим навыкам очень такое низко профессиональное низкоэффективное отношение зачем усугублять ситуацию которая на сегодняшний момент судя по вашим по вашему письму или по вашему вопросу развивается нужном направлении зачем вы себя уничижаете вот у нас такой интересно устроен он мы всегда ищем по привычке какие-то негативные вещи какие-то ненужные ситуации какие-то ненужные аспекты для того чтобы на обязательно на эту тему заморочиться да вы найдите что-нибудь книгу или поговорите с коллегой для того чтобы упростить ту задачу которую вы решаете а мы наоборот создает создаем огромное количество каких-то непонятных мыслей как задач и пытаемся между ними бегать решая хаотически за одну схватился эту подумал потом бросил потом следующий чем проще и понятнее вы выстроите свои отношения в производственной сфере тем легче и достойнее вы с ними справитесь и тем большему количеству новых навыков новых знаний в спокойном на нормальном внутреннем без напряжения состоянии вы сможете освоить не занимайтесь чужими делами занимайтесь пожалуйста своими вышел на новое место и в первый же день понял что не могу здесь работать ни морально ни физически как мне объяснить свое увольнение никогда не попадал в такие ситуации ну во первых вы имеете право посмотрев на ту ситуацию изнутри в которую вы попали принять достаточно серьезное простое для себя решение что допустим среда как форма определенного количества людей созданных взаимоотношений для вас неприемлемо вы можете это объяснять можете не объяснять то есть вы не хотите по отношению к себе выработать абсолютно понятную позицию если мне здесь плохо значит это меня разрушает в любом случае вы для себя примите решение о том что вы можете побыть там какой-то промежуток времени и найти другую работу если есть такая возможность если вы не можете там совсем находиться и не хотите разобраться в причине происходящего и есть хоть какой-то запас денежных средств на которые вы могли пожить до момента поиска или в моменте поиска новой работы тогда уходите то есть всегда нам нужно понимать какова причина того и что сподвигло вас на выбор такой организации в которой вы не можете находиться значит причина всегда была в прошлом которая сейчас как препятствие аккумулируется в настоящем моменте то есть вы с чем-то не можете согласиться вы представляли что будет по-другому насколько это актуально для вас и насколько вы честны по отношению к себе и ваше представление почему должны соответствовать тому где вы находитесь в чем разница в чем узнайте пожалуйста для себя и вам станет гораздо легче и проще будет сделать выбор о том что вы остаетесь здесь или вы уходите и тогда объяснять ничего не нужно потому что слава богу вы еще не раб и я надеюсь что к этой категории людей вы не особо стремитесь муж работает в компании где большая текучка кадров большая часть его коллег девушки его могут вызвать с выходного бывает на работает по 13 часов он говорит что работа ему не нравится и он хочет уйти но я вижу что он не ищет другую работу только отговорки что его не берут или другая работа не лучше не понимаю почему он не уходит может ему нравится внимание девушек коллег в принципе может быть все что угодно но то что говорит ваш супруг и то что делает это диаметрально противоположные вещи значит для вас что важно для вас что важно чтобы ему было комфортно тогда смотрите на его настроение смотрите как он уходит с каким настроением уходит на работу и с каким возвращается то есть он вас может просто успокаивать но быть доволен своей работой чтобы вы не раздражались не ревновали не дай бог и не придумывали себе никаких там таких неприемлемых сценариев а его отношение к вам гораздо лучше глубже и емче нежели к тем всем девушкам но работа ему скорее всего нравится но просто ваше назойливое там как-то спрашивание того что происходит то есть вы озабочились тем что вы можете на его взгляд быть хуже нежели чем все те или та самая которая друг там найдется друг проявить больше внимания значит у вас немножко есть внутренняя такое за внутренняя заниженная самооценка и какая-то очень серьезная надежда на вашего супруга в плане финансов в плане там допустим перспективы семьи много есть нюансов но если он уходит и приходит в хорошем настроении и не собирается туда уходить а просто отговаривается вам нужно обязательно прояснить причину и только после прояснения причине то есть участие вашего супруга в свои выходные тогда когда он может то есть участие в семье синхронизирован он с вами или он просто приходит к вам в гости с работы очень важно понимать при взаимоотношениях вы с ним просто спите по ночам потому что ему удобно и пришел рубашки постираны и кушать приготовлено или он живет с вами а работа как форма реализации дает возможность получать финансовое вознаграждение которое и является основой как мужского начала для содержания семьи для перспективы каких-то решений целей вы это не смешиваете вы просто поймите увидите спокойно понаблюдайте послушайте о чем говорит ваш супруг какие перспективы он строит вместе с вами как семья как взаимоотношения или это ну такая своеобразная игра на успокоение а ему там лучше чем у вас ни к чему не призываю учимся разбираться из расчета абсолютно без эмоционально то есть степень вложения времени свободного от работы в вашу семью степень вложения финансов в вашу семью и степень разговоров внутренних когда вы за столом когда вы в кровати когда вы вместе куда-то гуляете ездите в отпуск перспектива которую строит вам ваш супруг или это заканчивается что мы будем кушать где мы будем спать куда мы поедем отдыхать без участия выстраивание долгосрочных отношений именно с вами а ему может быть просто удобно или же наоборот он вас успокаивает потому что финансовое обеспечение и его абсолютное вам такое достойное уважительное отношение никак не может достучаться до вас а вы находитесь каком-то своем ужасном сценарий разберитесь и тогда вам станет все сразу и понятно вопросы закончились я с вами прощаюсь спасибо огромное за вашу активность пишите мы обязательно во всем разберемся и до будущих новых встреч